Вы анонировали и плакали, слыша, как гражданская супруга без стеснения совокупляется с любовником. Вы считаете племянницу своим биологическим ребенком, так как занимались сексом с ее матерью. Брат отдавал вам все заработанные деньги, поскольку вы шантажировали его тем, что расскажете всем о вашей с ним дочери. У вас был секс с родным братом. Всем привет, ребята, с вами Чемт, и вы смотрите проект Детектор Лжи. Это тот проект, где всякие разные герои приходят и открывают свои страшные тайны жизни. Напоминаю, что ролики выходят каждый день в 7 часов вечера по московскому времени, так что будьте первыми и смотрите. А сегодняшний выпуск будет реально очень крутой. Поддержите меня лайком и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А мы начинаем. Можно ли называть сестру алчной женщиной, которая вымогает у тебя всю зарплату, когда подозреваешь, что ее дочь является твоим биологическим ребенком? Сестра и брат, и это их совместный ребенок? Знакомьтесь, Александр Хохлов. Я Хохлов Александр Викторович. 26 лет. Приехал с города Энергодар для того, чтобы решить со своей семьей все конфликты. Жена, сестра, мать. Мы не можем найти общий язык. Жена, что я больше внимания уделяю племяннице. И сама когда-то ляпнула, типа, что ты таким помогаешь, как будто это твоя дочь. И оттого пошло, что ходят слухи. Как будто моя племянница – это моя дочь. А это как бы эта сестра, которая якобы, возможно, он с ней переспал, и у них появился совместный ребенок. Ну, это инцесс называется. Но я не думаю, что там такое будет. Хотя все узнаем. Так слухи – это все бред. Ну, вот посмотрим. Встречайте, Александр Хохлов. Здравствуйте, Александр. Прошусь, Сашкидс. То есть, а жена думает, что все-таки он с сестрой спал? Хочу разобраться в семье, чтобы мы могли друг друга понимать. Хорошо. Тогда давайте познакомимся с людьми, которые будут за этим наблюдать. Юля – жена. Юля – сестра. Где Юля? Мама – Галина. Правила знаете? Да. 21 вопрос, 250 тысяч на кону. Все вопросы разделены на блоки. В первом блоке 6 вопросов и 5 тысяч гривен. Начинаем? Начинаем. А что не так в ваших отношениях? Вы зачем человека до детектора довели? Это он нас. Ну, сидит-то в кресле он, а не вы. Нет, если хотите, можете поменяться. Нет. Может быть. Юля, почему ваш муж в этом кресле? Потому что я ему не верю. Он очень много врет. Хочу знать правду. И что вы с этим будете делать? Не знаю еще. Смотря какая правда будет. Знаете, есть такая очень хорошая поговорка. Перед тем, как узнать правду, подумайте, что вы с ней будете делать. Вы, кстати, давно с мужем в отношениях? Ну да, уже 7 лет. И как вам с ним живется? Да по-разному. Как вы думаете, что... Теща, скорее всего, не любит свою свекровь. Чему у вас нравится? Шо, говори. Шо тебе нравится во мне? Шо тебе нравится? А скажи мне, мой сладкий пупсик. Она прекрасно готовит. Она прекрасно смотрит за детьми. Сколько у вас детей? Два. Двое? Нету. Это дети вашей жены? Да. Как вы вообще с женой познакомились? Это лучшая подруга. Ну, по крайней мере, раньше были лучшие друзья с моей сестрой. А почему раньше были? Были. Вы их разругали? Ну, практически, да. Не, ну, они сами разругались. Из-за вас? Ну, получается, из-за меня. То есть вы настолько хорошо знаете Юлию, что не желали такую ужасную женщину своему любимому брату? Нет. Наоборот. Она не хотела, чтобы я был с ее подругой. Внимание, вопрос. Вы расстроились, узнав о том, что будущая супруга ушла от мужа, так как не планировали связывать с ней свою жизнь? Какого черта ты ушла от своего мужа? Я хотел с тобой только чпики-вики, так понимаю, да? То есть дядька вообще не рассчитывал на это. Чтобы там придется с ней жить. Да? Да. Правда. 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 Наверное. И правда. Наверное, не собрался с вами ваниле обожить. Это... А что я не должен расстраиваться? Тогда же она не была будущей женой, правильно? Нет. Тогда как раз она была будущей женой. Он об этом не знал. Для меня она еще тогда не была будущей женой. А кем была? По носкухой. Ну, мы так встречались. Иногда, когда я приезжал. Ну, вы сексом занимались? Ну, занимались. Ну, а для чего? Это не значит, что у меня были планы на нее. Я бы мог в любой момент уйти. Спрыгнуть. Я не привязывался никогда раньше. Вы такой вольный пахарь. Да. Вы были замужем? Да. И пока вы были замужем, вы изменяли мужу с... Получается, что да. Да. А скажите, вы его предупреждали о том, что если это все будет продолжаться и дальше, то вы к нему уйдете? Я прямо говорила, что я разойдусь с мужем, буду жить с ним. Она говорила, либо с тобой, либо вообще ни с кем. Я говорил, нет. Она говорила, значит, я буду одна. А вас эти реплики никак не настораживали, да? Нет. А что мне? Она в селе, я в городе. Вот и я об этом же. У вас свободная жизнь. А тут женщина с двумя детьми. Он не планировал серьезных отношений с ней. Понятное дело, не планировал. Да. В общем, не серьезный. А чем Александр лучше бывшего мужа? Во всем. А он просто не смог от вас отделаться или как? Наверное, привязала. На цепи дома посадила. Огонь баба. Да. Не, ну секс для меня не предел, конечно, жизни, но без него, как бы, тоже тяжело. На что вы готовы ради секса? Помыть посуду. Ого. О, а ты думала. Это очень даже серьезно. Муж моет дома посуду? Нет. А вы любите секс? Да. Да. Внимание, вопрос. Вы анонировали и плакали, слыша, как гражданская супруга без стеснения совокупляется с любовником? Ёперный театр. Это что там за оргии происходит? То есть жена спала с каким-то любовником, а он, ребята, мастурбировал и плакал. Это что за такое? И при всем этом ты... Эй, ну, no comment. Какого черта? Что это такое вообще? Да. Блин. Фу, пипец, прыгай. Прикинь. Ты с любовником спала. То есть ты ушла от одного мужа к другому чуваку, а потом, пока его не был рядом, спала с третьим. Вот, ребята. Женщина легкого поведения. Фу, фу, фу. Ай-яй-яй. А вот мне интересно, как это анонировать и плакать одновременно? Ну, так. Вы от счастья плакали или от горя? Да нет, от счастья, это мало, конечно. От горя? Ну, по-любому. Ну, а почему вы анонировали в этот момент? Ну, потому что хотелось секса. Ну, ума, я курак описну. А сама шо? Не лучше. Интересно, при каких обстоятельствах это все происходило? Мы тогда, выходит, разошлись. Я приехал к ней на работу, чтобы быть с ней, чтобы вернуть ее. А у нее там уже, она завела себе нового. Муж с новацией, бред. Почему бред, если это правда? Ну, шо ты рассказываешь, баба? Скажи прямо, да? Я такая поскухочка такая вот, ну. Похоже, вам не нравится то, что вы слышите, да? Потому что так и было. Не, все нормально. Ну, вы знали, что делал в этот момент ваш муж, когда вы там совокуплялись? Я не знала. Юля, что вы на меня так смотрите, будто бы я это делал? Не, ничего. Дар речи отняло? Да. Нас это не касается, и это касается личного дикта. Вас это не касается? Это не ваш сын? Я понял вашу позицию. Вы ему так и скажите, гребись, сынок, сам. Ну, да. Часто изменяете мужу? Не изменяю. Ой, бля, шо ты не изменяешь? Очень. Внимание, вопрос. Сейчас снова на измену, да? 100% заменежусь, такая-то херня. Да, да, да. Вы считаете гражданскую супругу похотливым животным, которое после каждой ссоры изменяет вам из мести? О, я не изменяю. Я сельская баба, не изменяю. А тут по факту похотливое животное, все. Которое сразу же идет налево. Ну, как с такой можно жить? Я, честно, очень ревнивый человек, и я бы ее бросил бы. Я бы не смог бы так жить. Сучка крашеная. Не изменяйте, она еще и брехливая. Я бы не сказал бы, что она, ребята, какая-то великая красавица Анжелина Джоли, согласитесь, ну... Вы его только сразу тут не бейте, подождите, пока мы закончим. Подождите, а за что чувака бить? За то, что бабы изменяют? Вообще-то, тут надо бабу клепать за то, что она такая, в общем-то, легкого поведения. Типа, что ты такая в шоке сидишь? Или это неправда? Фу, ужасная баба. Что скажете, Юль? А что тут сказать? У меня нет слов. Изменяйте мужу. Ему видней. У него есть свои бабочки в голове. Она считает, что это неизменно. Ну, как бы мы расходимся, она находит себе кого-то. Постоянно, да? Постоянно. Невменяемый. Нахрен с такой жить? Кому хорошо, кому не очень. Мерзкая баба, если честно. Сестры муж сказал. Вы же говорили, это их дела, мы туда не лезем. Я туда не лезем. Я знала, но молчала. А мужа кто науськал? Юля сама. Делала так, чтобы муж услышал мой. Говорила мне, а мой муж услышал. А вам она зачем говорила? Ну, я подругой была. Была. Друга. Ну, вообще какая-то у вас тут Санта-Барбара. Ну, кстати, из меня, гражданской жене. Да. Ну да, мужик думает, а какого черта тебе можно, а мне нельзя? У них там вообще, ребята, великие, высокие отношения. С кем? Ну, Анастасия, Виктория, Тая там, еще кто. Ну, разные. Ну, это так, моментальные. Ну как, это день-два, все. Я просто отшивал их. Судя по вашему выражению лица, вам изменять можно, а ему нет. А где вы работаете? Теплице. Юля, а муж хорошо зарабатывает? 4 тысячи где-то, да. На что ваш муж тратит деньги? На что ты их тратишь? На проживание. Скажите, а еще у вас есть сестры, братья? Брат есть малый. Вообще он еще маленький, и мама в основном, ну, его при себе держит. Она к нам его не подпускать. Я не подпускаю? Извини. Ты когда даже к Юле приезжаешь в гости, ты ко мне даже не заходишь. Ты сам бачишь, что я приехала, мог прийти до брата. Ну, а вы приехали до дочки, могли прийти до него. Чтобы ты сказала мне, что я как будто за деньгами пришел. Причем тут деньги. Вы как вообще детей воспитывали? Я старалась быть как с подругой. Я ей все время доверяла, все время верила. Я считала, что у меня дети такие смешленные, самостоятельные, что они никогда не сделают ошибок. Я не старалась их контролировать. Выбития их не было никогда. Скажите, Юль, а у вас хорошие отношения с братом? Ну, как с сестрой с братом общаемся. Ну, он с вами там делится какими-то своими переживаниями, приходит к вам за советом? Нет. То есть у вас просто такие формальные отношения? Ну, где-то так. А у вас всегда были с братом такие отношения? Ну, я не помню. Мы ругались и общались, и бились. Ну, как же так. Как все братья и сестры, да? Он сидел дома, я ходила гулять. Домашние гуляющие. У меня нет вопроса. Вы презираете сестру, которая и хлебом с вами не поделится, если вы ей за это не заплатите. О, господи, ребята. Ну и семья у нас. Ужас какой-то, честно. Жлобы. Какие-то легкого поведения. Ну, ужас. Хочешь кушать, дай бабла. Я просто в шоке. Да. Какой ужас. Презирать. Я зашу тебя презирать. Другая не знает, что такое слово «презирать». О, господи. Действительно сестра к вам так меркантильно относится? Вы же родственники, родные брат и сестра. Ну, как можно хлеб брату продавать? Ну, обычно. Она вообще не даст. Но если будут у меня деньги, я прийду так попрошу, то, конечно. А она обыск делает перед тем, как пустить вас на кухню? Я всегда знаю. А как вы знаете? Я ей сразу говорю. Неужели для брата хлеба жалко? У меня нагло съесть. Я нагло. Сестра меньше и нагло. Денег требуете? Всегда. Ну, если есть у него, чтобы поделиться, конечно. А вы старший брат? Да. Ну, я привыкла быть младшей. Так а сколько вам лет? 25. Вы работаете? Ну, вообще стою на бирже. То есть не работаете? То есть нет. Ну, а почему вы живете за счет брата, у которого есть жена и двое детей? Ну, дело в том, что в последний раз я великую сумму брала. У них еще серьезных отношений не было. Потом, как у них начались ссоры из-за меня, да, я перестала там участвовать. Правда. Что перестала. Немножко так. Ну, иногда там лекарства когда-то купила, и у них была женой ссора за меня. То есть вы считаете, что имеете моральное право? Нет, я не считаю. Так а деньги тогда зачем берете, если не считаете? Это вы преодолеваете себя? Вам не хочется брать у него деньги, но вы делаете все, чтобы это произошло? Нет, не хочется денег. Просто иногда не хватает. У меня ребенок. Ну, и попрошу брата, знаю, что он не откажет. Юля, а вы как к этому относитесь? Против. Очень против. Почему? Ну, как это? У нее есть муж. Пускай обеспечивает ее и ребенка. Вам все равно, что ваша жена по этому поводу думает? Ну, не все равно. Конечно, раздражает. Такое отношение. Какое? Ну, такое, как у вас, на ножах. Так у кого на ножах? Ну, я считаю, это неправильно, что ты приехал с России и все отдал Юля. Юля забрала, а сам пришел ко мне. Это, я считаю, ненормально. Нет, ну, Александр, на самом деле, вы действительно считаете, что более целесообразно заботятся о взрослой сестре, у которой есть муж? Ну, чем женщине, которая считается вашей женой и у которой двое детей? Я считаю, что я должен, конечно, о жене беспокоиться. Но помогать при этом сестре... Конечно, помогать сестре нужно. При условии, что вы полностью обеспечили жену и детей. Вряд ли вот ваши дети и ваша жена ни в чем не нуждаются, правда ведь? Все, что надо, есть. Вы к маме помогаете деньгами? Нет. А почему? У нее сейчас достаточно денег. А почему мама тогда с сестрой не делится? Ну, как-то это вообще странно. Мама делится тоже. Скажи, Юля, со мной все делятся. Я теперь понимаю, почему у вас отношения испортились. А вы тут пытались рассказывать, нет, он тут ни при чем. Да, с его подачи, но мы между собой, он нас не ругал. Сестра такая наглая. А вашим детям сколько лет? Десять. Скажите, вы как относитесь к вашим приемным детям, ну, детям Юле? Так, хорошо. Ну, мне нравится это ощущение. Отцовство. Александр хороший отец? Ну, смотря когда как. То есть не очень? То есть я много чего не разрешаю. Не надо это, не говорить то, и воспитывать запрещают. Воспитываю только так, как она хочет. Так получается, я хочу воспитывать так, как я считаю правильно. Ну, так а если у вас есть мужчина, который, по идее, должен быть главой семьи, авторитетом для детей. Да. А я тогда кто? Если он будет авторитетом. То есть она считает, что мужик должен быть тряпкой и говном, да? То есть, ну, странная баба. Не, ну, есть такие бабы, которые, знаете, они должны быть главными и так далее. Но, блин, ну, женщина должна быть поддержкой. Она должна поддерживать мужика. То есть, если мужик с головой, то это все нормально. Как бы есть глава мужчина. Он зарабатывает, зарабатывает. Значит, глава. А не говорится, что жена должна быть никем и ничем, и с ее мнением никто не считается. Нет. Но мужик подкаблучник не самое такое зрелище. Я, если честно, шокирован вашими такими заявлениями. Чего? Да потому что дети должны расти в полной семье. В полноценной. В полноценной семье, где очень четко распределены роли. Где понятно, кто папа и кто мама. И какие функции у мамы и папы. А вы пытаетесь быть и мамой, и папой. Исключительно потому, что боитесь, что корона у вас упадет, и дети перестанут вас ценить. Так вот, я вам гарантирую, что с такой моделью поведения, которая есть у вас, они вас перестанут ценить. Потому что вы будете для них деспотом. Юля, у вас есть ребенок? Да. Сколько лет? Десять. Вы? Четырнадцать. Родила ребенка, да. Будучи в браке? Нет. Как вы умудрились сбеременеть в четырнадцать? Рано ходила гулять. В четырнадцать, точнее, забеременеть. В четырнадцать родила, то есть в тринадцать залетела. Так и получилось. А вы вообще как к этому отнеслись? Все-таки для мамы узнать, что дочь в четырнадцать забеременела и собирается рожать? Был шок, конечно. Ну, тогда решила, что будет рожать. Без батька. Участие он не принимал и мы не требовали. Потому что бы его посадили. А вы рассказывали дочери о контрацепции? Да, и сделала ошибку. Потому что она меня спросила один раз. Мама, сексом можно заниматься, ну, только тогда, когда выйдешь замуж. Ну, я же судья уже по теперешнему времени, что уже зараз не так, как раньше нас учили. И сказала, нет. Или нет дочери, когда ты почувствуешь, что ты человека полюбила. Ну, и она решила, что она полюбила. Если хочешь, то давай. Смотрите, а контрацепция где? В какой момент вы говорили о том, как предохраняться? Про это я не говорила. Она просто спитала. Я сказал только, что дочери можно. А что, как там дальше пойдет, тоже другой вопрос. И она решила, что она его полюбила, и все. Вы фантастическая мама. Вы говорите дочери, сексом можно заниматься тогда, когда ты почувствуешь влечение. А о контрацепции знать тебе незачем. А я наказала влечение. Я сказала, когда ты почувствуешь, что уже у вас правда, между вами любовь, уже теряется. Ну, вот влюбилась она. Не помню такого разговора. Я не помню вообще, чтобы что-то кто-то мне рассказывал. У меня была подружка старшая за меня. И у нас свои мысли. И я никого не виню. Это было мое решение. Я знала, куда я иду и на что я иду. Я не жалею об этом. А как предохраняться, знали? Ну, там догадывались. Нет, смотрите, то, о чем вы догадывались, не работает. Не думали, что оно так получится. Ну, а 14 лет. О чем я могла думать. Кто отец вашего внука? Там из села есть у нас, я знаю его. Фамилию, я хочу не скажу. Юля, а вы знаете отца ребенка сестры вашего мужа? Да. Что за человек? Ого. Казанова. Ну, мне он не нравится. Как человек. Ну, что-то самое интересное. Вначале пришла вот эта вот баба и говорит, что ребенок сестры, это ребенок от ее же брата. То есть ее же мужа. Ну, вы понимаете связь. Да, тут она уже говорит, да, я знаю, что это от левого мужика. Что-то непонятно. Он мне ничего плохого не сделал. Просто не нравится. Ну, это, как я понимаю, не тот мужчина, с которым вы сейчас живете. Нет. Вы разрешаете воспитывать ребенка дяди? Ну, как воспитывать? В принципе, я ебал его подарками. Ну, это было еще давно. А сейчас, в принципе, они не общаются. Почему? Ну, я не хочу комментировать, что они не общаются. Мне очень хочется. Внимание, вопрос. Итак. Что я сделал за вопрос? Вы считаете племянницу своим биологическим ребенком, так как занимались сексом с ее матерью? Мать меня за ногу. Ты же реально с сестрой спал. Нет. Это правда ложь? Юля, жена. Не думаю, что они занимались сексом. Галина. Я уверена, что нет. А если вдруг, окажется, он солгал? Не, вы кажете. А вдруг? Не, ну я сидю тут, як-то, оказывается. А еще закажется, что два брехуна. А то будет весело, ребят. Вы ругалась именно за вот это. Жена утверждала, что ребенок от брата. Давайте, пока еще не прозвучал ответ. Вот вы, давайте, включите свои экстрасенсорные способности. Как вы думаете, спала или не спала? Блин, ну реально жестко. Я читала по его поступкам. И все он мне сказал просто. Да, но сейчас в этом кресле сидит не Юля. В этом кресле сидит Александр. И мы узнаем правду. В любом случае. Даже если он солгал. Да я напротив. Вы к этому готовы? Да. Я и хотела, чтобы ты вопрос тут прозвучал. Галина. Сейчас такое-то ложь. Давайте узнаем. Это. Чувак, пожалуйста. Может правда все-таки ты не спал с ней? Но это сестра. Тут вдвоем утверждаете. А-а-а. Тридец, ребята. Вот это поворот. И сестра такая. А-а-а. Так. Не получилось обмануть детектор. Получается, блин, тридец. Я просто в шоке. То есть брат с сестрой спали. И это его ребенок. Это не какого-то левого мужика или пацана. Это ребенок брата. Офигеть. Ну ты что за прессой, Саша? А-а-а. Капец. Вот это ужас. Кто ко мне претензит? К нему. А-а-а. Я не знала, что это будет такая хуйня. Понимал ли он с вами сексом или нет? Я стопроцентно верю. Он в то время, когда она ходила гулять, я ходил по стилу с игрушками, гравцами. Мы были 15 лет. А-а-а. Да-да-да. Надо мне рассказывать, что тут. Не надо мне рассказывать. Все, что за угодно. За это не буду. А-а-а. Детектор обманула. А что оно мне нужно? Он правду каже? Это издевательство. Если вас беспокоит этот вопрос, вот лично вас, вы можете поговорить с братом, вы можете поговорить с полиграфологом, который тестировал ваш опыт. Можете сдать тест на ДНК. И он вам покажет, на основании чего была вот эта вот информация. Ну так, а люди-то подумают, что это правда. Так это правда. Я при чем? Не, извините, тут не было фантазировали вопрос о том, что вы хотите переспать со своей сестрой. Вопрос звучал по-другому. Спали ли вы с женой? Ну, точнее, с сестрой. И считаете ли вы, что после того, как вы переспали с ней, что теперь это ваш биологический ребенок? То есть с сестрой он точно спал. Но единственное, еще не 100% уверена, что это его ребенок. Но считает ли он так? Да, считает. Фантазия. А это правда. Полиграф определяет отношение человека к событию. Ну, как он неадекватный. А ребенок мой при чем? Вы чем моему ребенку портите, вам все равно. Не я порчу жизнь вашему ребенку. Капец. Это я сказал. Это сказал ваш брат. Если вы хотите пройти тест на детекторе лжи, мы можем это устроить. Я хочу прямо сейчас. Да. Прям сейчас. У него у меня не фантазия такая, как у него. А его психично больным оставьте. Это бабе стыдно. Это тупо бабе просто стало стыдно. Это правда. Это мы все прекрасно понимаем. Она просто не хотела выносить все вот так вот наружу. А это правда. Жесткая правда. Здравствуйте. Добрый день. Проходи. Сидатик. О. Я вас знал. Это Джуля. Я 100% уверена, что эта дитина не его. Ни какого там у них секса не было. Ага, конечно. Ответы, которые дает ваш сын. Это ответ, который он давал, проходя тестирование на полиграфе. Причем очень профессиональному полиграфологу. И дальше оценка. Правда это или ложь. И сейчас вот вопрос в том, на ком лежит ответственность за происходящее. Не я, а вы прошли полиграф. Да. Сидите здесь улыбаетесь. Да. И потом будете доказывать односельчанам, маме, жене, что это неправда. Будет это внимательно. Уплите, пожалуйста. Ручку можно сюда. Вы привели в группу поддержки людей, которые в этом тоже участвуют. И вы своими ответами можете испортить жизнь не только себе. Ну, себе-то ладно, это ваше право, это ваша жизнь. Но и жизнь вашим близким. Вопрос к вам. Зачем вы это делаете? Да я не порчу жизнь. Вы думаете, сейчас сестра с удовольствием побежала проходить тест на полиграфе? Да. Я уверен, что она пройдет его. А слезы на глазах вы не видели? Ну, так это вы уже довели ее. Я ее довел? Конечно. Саша, сиди не умничай. Но то, что она сейчас пошла, цены чего не даст, а вдвойне умножит. Вот эту проблему. Она добавляет листья куда-нибудь просела. Бред. Бред и все. Это жесть, ребят. Это просто жесть. О, возвращается. И что сейчас будет? Ну, что, прошла? Да. Итак, следующий вопрос я задам вам. Да. Внимание, вопрос. Брат отдавал вам все заработанные деньги, поскольку вы шантажировали его тем, что расскажете всем о вашей с ним дочери. Ах, вы поняли, это 10-летний ребенок. Она его спрашивает, вы шантажировали, чтобы он все бабки, вот как раз вот эти вот бабки, которые он зарабатывал, отдавал ей, потому что это его дочь. Вот сволочь. Ай, смотрите, полиция, я уже вижу, ребята. Мне детектор просто не нужен. Это просто актриса, которая понимает, что ты индец просто. Ого. Ложь. Ложь. Ребята, вот это поворот. Лучше бы она туда не шла. Нахрен она пошла? Еще в итоге реально все усугубило. Его дочь все сходится, шантажировала деньгами. Мать моя женщина. Ребята, вы пишите с нами в комментариях. У меня просто шок. Я казала, чтобы... А-а-а-а-а-а-а. Какого исполнять? Алло, это актриса, я сейчас пойду, тут вранье, я сейчас все расскажу. Вот это да. Я занимаюсь с ним сексом, задайте мне этот вопрос. Уверен? Так аж, блин, нет, ребенок от святого духа появился, да, спрашивает. То есть, что это его родная дочь, и вы вымогали у брата деньги? Потому что откуда мог ребенок появиться? Ну, нет, как-то, блин, через рот зашло все, да, или что? Да, я думаю Да не может быть Не может быть Только что уже вопрос прозвучал Только что У вас был секс с родным братом? Да Да, еще раз да Смотрите, ну, нервы у нее Ну, то есть-то видно по ней Ну, видно, что да Ну, лучше пара туда не шла Нет, нет, вы что? Ложь Это уже все понимают Ну, не обманешь ты, полиграф Ну Вот это залет, ребята Вот это за этот ролик можно лайк поставить Чтоб таких, в общем-то, выпусков просто трешовых было больше Лайк, не зряди Я, честно, я сам в шоке Что это за бред? Опять, что это за бред? То есть он сказал бред, а она уже сказала бред Ну, не бред, уйти туда, буду такая самая Я хотела кому-то что-то доказать Ну, как это так Как это так? Мы тоже в шоке Нет, ну Нет Ну, как это так? У меня есть два источника информации Ваше мнение и показания полиграфов Правда, да Ну, вот чему мне доверять? Если я вас вижу сегодня, там, ну, второй раз в жизни После того, как вы уходили Я сама себе не верю Ой, короче Ну, я слышу, девочка в 13 лет Ну, с кем она еще могла же проехаться? С братом Брат старший О, давай-ка это Ну, и получилось так по глупости А потом, давай скажем, что такого-то от левого мужика Которого якобы особо никто не знает С ним не общаемся А потом, она же требует от него деньги Когда он приезжает В общем-то, с командировки все бабки высасывает она И жена это тоже понимала Вот и все доказалось Рекомендую решить этот вопрос исключительно в правовом поле Делается тест ДНК В Киеве его делают в течение, там, 5-7 дней Я сейчас раздам Ой, опять-то показуха Ты вообще вменяема? Я же говорю, нет Она невменяема Это видно, что... Я думаю, если тест ДНК покажет обратное Ну Просто смотрите, чтобы не получилось неприятного Вы можете связаться с нами, выслать копии Мы проведем повторную экспертизу для того, чтобы убедиться в том, что это все по-настоящему Дальше все это нужно будет решать в рамках правового поля Короче, вляпались мы Лучше бы не врала У вас участие в проекте закончено, можете подойти к своей группе поддержки Это жесть До свидания Вот это... Кто переживает за этот вопрос? Мне там его студия задали Я пришла сюда, я переживаю за это Правда это или нет? Она подбухает этот вопрос, где написано Я отвечала, правда или нет? Да Там у вас реакция Яка? Чтобы они были правдивыми на всесказку Что не была? Да Смотрите, это не дюйма Знаешь, где она идет? Вот здесь, вот здесь Пытай, где я поставлю Друзья, можете скачок Раз Друзья, что сердце не делается Правда, что я не меняемый человек Я на голову все равно Может правда? У вас это забрали? Нет Я корректно себе визуну? Да Я тисну на вас? Нет Капец Капец Следующий наш герой Александр Викторович Коклов Який прошел відповідное тестование Его организм чітко показал Его организм показал Какие стосувались статевых стосунки По поводу интимных отношений со своей сестрой Биологический отец Он Это правда Сестра нашего героя Юлия Викторовна Хлова тоже прошла тестование Она тоже прошла Сестра И так же самое Ребята соврала И короче Максимально старалась Спердживно Я просто в шоке Интимных отношений Как бы и не было Но они все равно были Полиграф это все показал Организм людей Организм чітко людей не показал Чудина говорит неправду Практично по всем каналам Зима информации Почти по всем каналам показалась Ложь Система организма Бог нашей герои Да на шо было Дихо шо тебе казалось Да ладно Приехали Приехали Ну Юля по яке Что тут нас еще занимать Все же Ну все закончилось Идите знаете Капец Вот это да Вот это залет Шо ты не Ага Мы звезды Охерять Если Юля там хочет раздуть 12 делали Я сказала нехуй туда было идти Просто идти Димаша тебе сказал Ты соврал Я так и знала что так и буду Ну как вам ребята выпуск Честно ну это просто звездец Я реально что то ожидал Но это в конце цирка Она баба такая Нет не правда я пойду Еще больше усугубила Больше вдавила Ребят если вы хотите в общем то такие выпуски То ставьте лайк Пишите ваши комментарии Обсудим вместе с вами Я прочитаю каждый комментарий Мне самому интересно ваше мнение Напоминаю что каждый день В 7 часов вечера по московскому времени Выходят новые ролики Смотрите их Заходите на мой канал А так же поставьте себе колокольчик Под видео Чтобы вы были первыми И всегда помнили о моих новых роликах Они будут приходить оповещения И вы всегда будете знать Колокольчик снизу И подписывайтесь на канал Кто еще не был подписан Это был Андрей Чент Всем пока